здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале на самом деле я собиралась записать видео о том как я решил и по каким причинам я решила отказаться от стайлера дайсон если подобное видео сравнение вам интересно дайте пожалуйста мне знать комментариях я расскажу почему я отказалась от плойки дайсон и также от фена с крутящимися насадками именно они мне были интересны я хотела делать укладку подобную той что я делаю сейчас единственный критерий по которому меня привлекал дайсон это заявленный меньший вред волосам но если вам интересно я об этом выскажусь в другом видео и сейчас я покажу вам как я делаю при помощи самого обычного в данном случае у меня плойка браун я делаю подобную укладку укладка это называется наверное стуки бич вейс пляжные волны сразу хочу сказать что у меня стайлер браун и первая часть видео где я в общем то просто расчесала волосы и объяснила с чего начать она не записалась итак у меня стайлер браун я выбрала его по единственной причине это один из немногих стайлеров плоек которые позволяют минимальную температуру 130 градусов для моих поврежденных и тонких и вьющихся волос низкая температура очень и очень важна это укладка совершается на второй день после помывки волос внимание мой первый совет если вы хотите сделать красивую укладку перед каким-то важным событием я бы очень рекомендовала вам поступить следующим образом помойте волосы и высушите их сделайте легкий брашинг легкий брашинг либо нелегкий брашинг зависит от того насколько у вас тонкие волосы насколько они послушные насколько они тяжелые для тяжелых волос плотных волос здоровых волос конечно же потребуется настоящий брашинг для моих волос требуется легкий брашинг это не что иное как расчесывание расческа для таких тонких вьющихся поврежденных волос будет достаточно действительно струи горячего воздуха и просто неоднократного проведения по волосам расческой если ваши волосы более плотные сделайте брашинг отправляйте спать на следующий день сделайте укладку о которой я вам говорю зачем нужен этот трюк затем что волосы за ночь потеряют свою гладкость это в особенности важно для прикорневого объема подобная прическа немыслимо без прикорневого объема иметь и кстати ввиду что эту прическу можно делать на любую длину важно держать плойку вертикально это еще один лайфхак для прикорневого объема я буду использовать самую обычную соду как человек который не любит химический запах не любит химические составы соды меня вполне устраивает я буду наносить прежде всего небольшое количество соды на височную зону и это будет мое средство для прикорневого объема я не использую лак для волос прежде всего потому что я нахожусь на море он мне сейчас за ненадобностью у меня поврежденные волосы поэтому я завиваю их только по верхнему слою нижний слой я трогаю крайне редко если прямо-таки собираюсь и очень хочу быть очень красивой тогда конечно же я закалываю верхние пряди начинаю с нижних завивку но сейчас я делаю повседневную укладку меня вполне устроит тот вариант который вы видите и следующей хитростью которые о которой важно знать для того чтобы сделать подобную прическу заключается в том что вы должны когда завьете ваши пряди пройтись плойкой по кончикам кончики необходимо как будто бы выпрямить это важно для того чтобы прическа действительно смотрелась несколько растрепаны что же сейчас я буду себе красить брови тенями которые мне не нужны которые можно было бы расслабить и выбросить но можно применять также для макияжа бровей хочу рассказать вам еще один трюк который используют очень многие блогеры здесь на ю тубе и очень многие блогеры также в инстаграме вы можете взять очень темные возможно ненужные вам тени но вы можете приобрести специальные тени также продаются и если вы нанесете тени которые совпадают по цвету с цветом примерно цветом ваших волос хотя по опыту могу сказать что необходимо брать очень темные тени даже если вы допустим блондинка и нанесете на пробор то вы создадите иллюзию густоты волос этот трюк очень хорошо работает когда вы собираете пучок когда нужно заполнить светлую часть кожи по линии роста волос повторюсь когда вы собираете высокий пучок либо когда вы делаете низкий пучок вы увидите что этот лайфхак действительно работает потрясающе возможно с пробором вы сами его оценить и не сможете потому что вас будут видеть другие вы же когда смотрите зеркало держите голову достаточно высоко но эффект от того что вы нанесете на линию роста волос тени примерно того цвета который вам подходит допустим для макияжа бровей вы сможете этот лайфхак действительно сразу оценить будет ощущение что у вас гораздо больше волос на голове ну что ж нарисовала я себе союзные брови вижу что как-то не очень-то они союзные поэтому беру карандаш и дорисовываю чтобы в полной красоте и гармонии отправиться на море поскольку я иду на море а укладочку до себе с утра сделала сейчас я покажу вам красивые прически при помощи резинки ободка резинки либо при помощи ободка вы сможете сделать что-то подобное эти прически с точнее с этими прическами вы меня видите редко потому что когда я снимаю у меня есть определенный стиль одеваться и выглядеть я люблю быть неприметной а разговорные видео последнее время записываю крайне редко ну что ж дорабатываю свои брови ресницы решаю не красить слишком долго я вожусь перед зеркалом я вообще за быстрый макияж за быструю прическу часто меня спрашивают про духи здесь у меня на море вот эти духи не могу сказать что я от них восторги я спокойно отношусь к ароматам главное чтобы они меня не раздражали обильника себя поливаю потому что повторюсь иду на море там очень важно иметь красивую укладку и хорошо пахнуть ну что ж как то так как то так беру самый обычный ободок на резинке я уже переоделась купальник сверху на мне рубашка цвет ободка по счастливому совпадению в цвет рубашки аккуратно надеваем ободок мы можем его оставить вот в таком положении возьмите небольшое зеркало и посмотрите как все это смотрится со спины я этого не сделала если честно я забыла потому что я знала что я не пойду так на море но возможно нужно будет причесать пряди чтобы не было вот такого плоского эффекта за резинку заправляйте ваши волосы заправляйте не туго заправляйте не туго кстати секрет подобных причесок даже когда речь идет о пучке заключается в том что волосы все-таки подвергались брашингу нужно до конца заправить кончики кончики обычно выглядят не аккуратно и потом слегка растрепать слегка придать объему пучку как вы видите я делаю без монтажа я ничего не вырезаю потому что очень часто я вижу как блогеры делают склейки а что было в промежутке между этими склейками непонятно необходимо мне с другой стороны слегка закрепить но повторюсь я здесь просто объясняю технологию а если посвятить этому на какие-нибудь 5-10 минут больше времени то я думаю что вы себе представляете можно соорудить очень красивую прическу при этом очень быстро у меня например повторюсь кончики до конца не заправились но этот дефект легко скорректировать если взять маленькое зеркало туго повторюсь не нужно убирать пряди если пряди у лица у вас слишком длинные вы можете тоже подколоть при помощи невидимки либо непосредственно заправив под резинку снимаю ободок и покажу вам еще одну прическу она будет по сути похожей единственное что резинку придется практически полностью пропустить через пряди делаем все очень аккуратно потому что если сместить пряди получится эффект неаккуратных волос повторюсь на волосы которые не подверглись брашингу которые по своей структуре похожи на мои подобную прическу сделать будет невозможно это будет неаккуратно и это будет некрасиво аккуратно достаем волосы видите как по бокам у меня они как будто как будто бы спутались это и есть сложность этой прически необходимо будет потом либо прочесать либо специальной расческой с длинным концом который у меня здесь нет на море достать пряди до конца распределить их руками пометую о том что все таки мы делали укладку завивали себе локоны чтобы до конца их не растрепать все нужно сделать очень аккуратно все можно оставить таким образом кстати вот еще один трюк относительно прически beach waves необходимо вот таким образом сдвигать волосы на лбу и кстати резинка в этом плане очень хороший помощник сдвинули волосы на лоб как только что я сделала и потом откинули их от лица все-таки мне понадобилась расческа чтобы аккуратно достать пряди и сейчас я закреплю их за резинку но повторюсь можно и оставить распущенными ваши волосы это тоже будет красиво этот трюк можно проделать если вы оставляете волосы распущенными при помощи самого обычного ободка без резинки ну что ж отправляюсь я на пляж с уложенными волосами и накрашенными бровями сегодня на пляже я была самая красивая вкусно пахнущая в красном купальнике на этом с вами прощаюсь это была яна скворцова всем пока пока